Мировой рынок сельхозтехники двигается в сторону цифровизации. Россия не является исключением. Так, в Московской области состоялся День киберполя «Кировец Агропилот». Мероприятие было приурочено к запуску продаж трактора «Кировец К7М» с системой автономного вождения «Кировец Агропилот». Теперь умную систему на «К7М» устанавливают непосредственно на Петербургском тракторном заводе. Мы решили организовать такое техническое мероприятие с нашими дилерскими центрами, компанией «Когнитив Пилот» по обсуждению вопросов, связанных с началом серийного запуска, производства на тракторном заводе машин с автопилотированием компании «Когнитив Пилот». Новая сложная система, признаем, что есть сложная задача. У нас есть опыт, и положительный, и сложный, есть проблемы, которые надо решать, есть вызовы, которые надо преодолевать, есть успехи, которые надо развивать. Вот для того, чтобы была прямая связь, чтобы мы пообщались, посмотрели, обсудили, посмотрели машину последнего исполнения в эксплуатации, могли ее попробовать и наметили план мероприятия для дальнейшего развития системы. Участники мероприятия собрались на киберферме в городе Ходьково. Здесь прошли тест-драйв умного кировца, презентация передовых решений и конструкционных наработок. Не обошлось и без горячих дебатов с разработчиками-инженерами. Мы начинаем выпуск широкой партии опытно-промышленных машин. Все-таки это опытно-промышленная партия, которая призвана получить широкий, большой масштаб эксплуатации для того, чтобы собрать обратную связь в разных условиях применения машин. В разных регионах, на разных полях, на разных агрокультурах, с разным шлейфом орудий, в разных руках, в разных хозяйствах и получить обратную связь для того, чтобы развиваться. Почти два года работы, два года испытаний, полтора года активных испытаний. Год мы проводили испытания на машинно-испытательной станции Северо-Западной в реальных условиях эксплуатации. То есть все это привело нас к мысли, что надо запускать уже крупную опытно-промышленную партию на конвейере, оттачивать технологию и получать широкий опыт эксплуатации. В отличие от зарубежных аналогов, Кировец Агропилот использует не только координаты со спутников глобальных навигационных систем, но и дополнительно обрабатывает видеопоток с камер системы машинного зрения. Теперь трактор без помощи оператора может самостоятельно строить маршрут движения, устанавливать нужную скорость, оптимизировать обороты двигателя и определять угрозы столкновения с препятствиями с последующей остановкой. Обнаружил, сейчас останавливается. Вот он. Немножко попугал. Все, вот он его видит. Человек отходит, отходит человек. Безусловно, это дает конкретный экономический эффект на практике. Комплексный эффект – это и снижение требований к квалификации механизатора. Серьезное, на несколько ступеней вверх, улучшение условий эксплуатации машины, условия работы оператора, повышение качества работы машины, ее производительности. И мы на 10 тысяч гектар земли получили данные, что система окупает три раза трактор. За счет точности, за счет производительности, за счет снижения количества ошибок, связанных с эксплуатацией машины непосредственно. Целый набор факторов эксплуатации машины. Перехлест обработанной земли, правила разворота, которые увеличивают площадь обрабатываемой земли, значит, как бы доходность. Снижение количества пробукса – это расход топлива, это повышение ресурса, снижение стоимости ремонта, износа шин. Вот все это в совокупности дает очень хороший экономический эффект. Важно и то, что эти сведения подтверждаются конкретными цифрами. Затраты становятся меньше, а эффективность в разы больше. По нашим оценкам, примерно, если в хозяйстве порядка двух тысяч гектар, экономический эффект составляет около 700-750 тысяч рублей в год экономии. Таким образом, мы говорим о том, что окупается за полтора-два сезона, если более интенсивно, то он может быть и быстрее окупится. Соответственно, что говорить о сроке службы системы? Срок службы трактора Кировец регламентный, установлен по техническим условиям – это 10 лет. Фактически, конечно, вы знаете, что трактор Кировец работает и больше. Мы тут и закладывали, и считаем, что будет работать оборудование, весь срок службы трактора. Таким образом, сегодня Петербургский тракторный завод создал полностью работоспособную систему, которая интегрирована в трактор и в которой решены все основные вопросы эксплуатации. Это управление системами трактора, потому что все не так просто, как может показаться. Второй момент – это обеспечение сигнала, обеспечение поправок. Опять-таки, у клиентов появляются вопросы, как это все будет настроено, кто будет обеспечивать поддержку техническую, где можно приобрести подписку на эти сигналы. В основном, эти вопросы сейчас решены, понятны. Главной же фишкой системы является независимая российская технология, а также ее серийность. Эта система наша отечественная, и она устанавливается непосредственно на заводе. Это обеспечение надежности, ресурса, качества по всем параметрам. Во-вторых, наша система работает напрямую с гидравлическим управлением, с гидравлическим рулем. То есть, в основном, сейчас предлагаются системы с электромеханическим подруливанием. Гидравлическое управление обеспечивает значительно более высокую точность и плавность вообще управления. Все, соответственно, отражается положительным образом на главном, для чего эта система – на точности обработки и точности посева. Поэтому электромеханическое устройство в сравнении с гидравлическим уже сразу видно, что вот эта вот разница, она в цене как раз и нивелируется. Кировец Агропилот использует в работе программно-аппаратный комплекс на базе искусственного интеллекта. Он может устанавливаться на тракторы, оснащенные насосом-дозатором для управления углом поворота рамы. К слову, таким и является трактор Кировец. Технология построена по блочно-модульному принципу. Достичь этого удалось за счет тесного сотрудничества Петербургского тракторного завода и Когнитив Пайлот. Понятно, что совместная отработка конструкции позволяет максимально компактно и в то же время надежно разместить все необходимые узлы и агрегаты в конструкции трактору. И порой то, что можно поставить на конвейере, абсолютно невозможно смонтировать и установить в полевых условиях. Это первое. Второе, это безусловно дает сразу с конвейера машину, которая обладает очевидными конкурентными преимуществами. И это важно для клиента, потому что он получает практически сразу при покупке готовый автономный трактор с автопилотом, который практически сразу после покупки готов к работе. А это важно с учетом того, что календарь полевых работ, как правило, достаточно плотный. И окно работ очень компактно, поэтому если, собственно, трактор приобретается к севу или к каким-то работам по обработке земли, то, собственно, очень важно время, в течение которого он готов войти в работу. Еще одной важной конструкционной особенностью является интеграция в тормозную систему трактора в Кировис. Если говорить про полевые работы, то не секрет, что самое важное, интересное происходит позади трактора. И по-хорошему механизатору нужно постоянно смотреть назад, ведь сзади к трактору, так сказать, цепляется орудие, которое часто по стоимости больше самого трактора. Поэтому для того, чтобы механизатор был спокоен за то, что, уделив внимание орудию, оборачиваясь назад, он застрахован от возможных инцидентов, когда он куда-то врежется или на кого-то наедет, то, собственно, у системы есть глаза, есть искусственный мозг и, соответственно, есть руки-ноги, то есть фактически она интегрирована в тормозную систему, и трактор, увидев препятствие, может выполнить самостоятельную остановку. Повышение производительности, снижение утомляемости механизатора, обеспечение безопасности и высоких урожаев. Всего этого можно достичь вместе с умным трактором Кировис. К этой машине мы шли эволюционно, то есть если многие компании сразу ставили задачу себе, то мы шли эволюционно, то есть сперва мы решали проблему повышения надежности коробки переменной передач и автоматизации ее процесса управления. Достигли хороших результатов, которым мы очень довольны. Тут же стал вопрос, что надо повышать характеристики эксплуатации двигателя. Начали работать с моторными заводами, получили двигатель с электронным управлением. Жизнь потребовала поставить электронную гидросистему для более точных настроек работы с разного рода орудия, особенно с пассивными комплексами. Решили эту задачу. Пришел на рынок система точного земледелия, что потребовало создания электронного управления рулем. Решили эту задачу. И когда эти все задачи были комплексно решены, мы просто сами пришли эволюционно к мысли, а что нам мешает уже завести это все в единый контроллер, единый блок управления, обвесить дополнительными системами навигации машины и получить машину, которая может работать в системе более широких автономных принципов управления. И тут уже начался поиск этих решений. Вдруг, как это случайно, знаете, как в диалектике случайность, это непознанная необходимость, появилась компания «Когнитив пилот», мы начали с ней сотрудничать, и появилось уже эволюционное понимание того, что мы способны создать машину со системами автопилотирования. Вот так эволюционно мы шли многие-многие годы к этой машине, пришли к этой точке, следующий этап развития. И развитию «Быть» в компании уже строят планы по совершенствованию продукта. В частности, сейчас идет разработка технологии для внедрения «Кировец агропилот» в гидравлику трактора. Это решение также будет создаваться в партнерстве с российским разработчиком цифровых платформ. Активно работаем с коллегами с Петербургского тракторного завода по организации механизма управления гидрораспределителем, который, собственно, отвечает за подъем, опускание, ну, собственно, за всю работу с прицепными или навесными орудиями. И задача этого обновления, этой работы в том, чтобы трактор наряду с автономным движением мог также в автономном режиме в нужной точке поднимать или заглублять орудие, когда это необходимо. Но и это еще не все. У компании есть масштабная цель создать полностью автономный трактор, способный управлять целым роем других агромашин. Этот образ говорит о том, что мы постепенно можем довести машину до условий, когда один оператор управляет вереницей машин за собой. Или вообще на конкретных полях, соответствующей системой обработки, подготовки инфраструктуры, трактор работает без человека. Вот это вот задача, на которой некий такой образ, к которому мы стремимся. Что же в итоге? Система «Кировец Агропилот» готова. Она работает, и ей серийно комплектуются тракторы «Кировец К-7М». При этом технология будет модернизироваться, повышая уровень автономности и обрастая дополнительным функционалом. Так что петербургский тракторный завод полностью готов к тому, что кировцы станут не только самыми надежными и узнаваемыми тракторами российского производства, но и самыми умными.